МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Илона Маска украли миллионы долларов в криптовалюте, и это не шутка. Общие убытки от мошенников составили 80 миллионов долларов. Федеральная торговая комиссия США сообщила, что за последние полгода множество людей потеряли более 2 миллионов долларов в криптовалюте из-за мошенников, которые выдают себя за генерального директора Тесла и SpaceX. Представитель организации предостерег обещание гарантированной огромной прибыли или заявление о том, что ваша криптовалюта будет умножена, это всегда мошенничество. Довольно давно злоумышленники выдают себя за Илона Маска, чтобы выманивать у пользователей социальных сетей их крипту. Обычно это твиттер, они используют те же аватары, что и сам Маск, предлагают потенциальным жертвам отправить криптовалюту на определенный кошелек, взамен сулят значительную прибыль. Всего с октября прошлого года пользователи сообщили, что потеряли более 80 миллионов долларов из-за мошенничества с криптовалютой. Эта сумма увеличилась в 10 раз по сравнению с прошлым годом. В 2020-м хакеры взломали учетные записи, принадлежащие Илону Маску, Бараку Обами, Джо Байдену, Биллу Гейтсу и прочим известным людям. Тогда мошенники за короткий срок получили почти 120 тысяч долларов. Компания Ford подала патенты на автомобильные датчики, которые могут собирать информацию с рекламных счетов. Идея этой технологии возникла еще в 2016 году, но обнародована только теперь. Предполагается, что система автомобиля сможет фиксировать номера телефонов или другие детали из рекламных сообщений и выводить их на экран в салоне. Неясно, сколько времени пройдет, прежде чем такая технология действительно появится в автомобилях, и будет ли Ford вообще продвигать патент. Идея вызвала недоумение среди экспертов по безопасности дорожного движения, поскольку по данным Национальной администрации безопасности дорожного движения в США, в 2019 году из-за отвлекающих факторов во время езды погибло 3142 человека, и около 400 тысяч человек получили травмы. А недавнее исследование показало, что более 83% людей считают, что отвлекаться во время управления машиной крайне нехорошо. Этот показатель вырос. В прошлом году так считали 79%, а два года назад — лишь 50%. Журналисты Daily Mail связались с администрацией автопроизводителя. Там пояснили, что технология создана, чтобы компания смогла выйти за рамки простого производства автомобилей. В Испании разработали еще одно устройство социального дистанцирования. Такие гаджеты стали весьма популярны за последний год. Устройство позволяет, используя низкочастотное магнитное поле, сохранить безопасное расстояние в многолюдных местах. Прибор создан компанией «Премо». В ближайшее время он поступит в продажу. Турецкий оборонный гигант компания «Асэлсан» сообщила об успешных летных испытаниях беспилотного летательного аппарата «Сака». Беспилотник, разработан для целей разведки и наблюдения, весит всего 600 граммов. В беспилотник интегрировано программное обеспечение собственной разработки. Кроме того, инженеры компании работают над автономной системой выявления и отслеживания цели. Дрон может стать частью малогабаритной авиационной системы для отслеживания маршрутов следования наземных транспортных средств. «Сака» имеет преимущество перед существующими системами беспилотников, так как новые дроны довольно небольшого размера. Они могут работать в закрытых пространствах, к примеру, в пещерах. Компания «Асэлсан» имеет амбиции превзойти по качеству и функциям подобные иностранные продукты. В конце года «Асэлсан» собирается представить военные дроны массой менее 500 граммов. Создавайте новое и пишите на нашу почту. Рассказывайте о своих проектах. Мы покажем их в эфире. На сегодня все. Смотрите «Хай-Тек». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова